Он в одиночку проехал всю Европу на мотоцикле со своим железным конем. Александр Морозов не расстается уже практически 7 лет. Сейчас вернулся из очередного путешествия и прямо к нам в студию. Сегодня байкер гость нашего эфира. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Все ли правильно сказала? Действительно не расстаетесь вообще никогда со своим байком? Ну, скажем так, по мере возможности стараюсь быть с ним. Сегодня, я знаю, вы тоже на нем приехали к нашей телекомпании. А на второй этаж, наверное, сложно поднять. Сколько он весит? Тяжелый? Ну, почти полтонны весит. 450 килограмм. И тогда вот больше про путешествия расскажите. Где побывали? Что видели? Самое необычное место, которое запомнилось? Ну, вообще запомнилось это, наверное, конечно, это когда я впервые увидел океан, к нему подъехал. Были такие мощные ощущения. Вообще проехал 13 стран. Ну, если считать Ватикан, то это уже 14 будет. Ехал больше месяца. И где-то 16,5 тысяч километров у меня прошло. Ну, заняло все путешествие. Все в одиночку, все один? Да, все один, потому что, ну, списывался с людьми, где-то по пути кто-то попадался. Но конкретно, что прям вот по моему маршруту никто не ехал. Ну, поэтому один. В принципе, не страшно. Не надо ни под кого подстраиваться. То есть едешь сам себе хозяин, как бы все удобно. Доехали прямо до Атлантического океана? Да, прямо до Атлантического океана. А вот какие страхи присутствуют в дороге? Все равно один как-то? Да нет, страхов никаких нет. Единственное, бывают моменты, связанные с дорожным покрытием, не очень такие удачные, скажем, в горах. В Турции, когда шел дождь, было немножко страшно, ну, спускаться, потому что и дождь идет, и поток воды идет, и дорожное покрытие такое, как стекло было. Поэтому немножко было так страшновато. А так, в основном, не страшно ничего. А вот скажите, что по деньгам, говорят, дикарем дешевле, а на байке как? Ну, на байке, кто знает, в Европе бензин, допустим, в Португалии он был самый дорогой, 1,8 евро за литр. То есть, ну, основные, как бы, расходы это именно бензин. Вот, поэтому, ну, скажем, в отличие от машины, то на машине было бы дороже, потому что я экономил везде на парковках, потому что, как бы, лояльно относятся к мотоциклистам, и мотоцикл может стоять на любом тротуаре. Вот, поэтому... Хорошо, днем понятно, где в путешествии, а ночевали где? Ну, ночевать начинал вообще в хостелах, вот, думал, чтобы сэкономить, но поняв, что я просто там не высыпаюсь, потому что мне надо переночевать и ехать дальше, а, скажем, в Амстердаме какая-то девушка... Ну, там был общий номер, и какая-то девушка решила максимально тихо, видимо, залезть, и в результате уронила все, что можно, и поэтому я решил, что больше ночевать не буду. Ну, пару раз я останавливался, просто спал прямо на мотоцикле ночью, то есть, чтобы утром заехать в отель, допустим. Вы буквально месяц назад вернулись вот из путешествия вот этого большого, а следующие планы какие? Куда держите путь? Ну, я бы все-таки по Европе покатался, потому что я проехал по кругу, а я хотел бы более детально поездить по серединке, то есть... И плюс, как бы, специфика мотоцикла, она не очень позволяет мне съезжать с каких-то ровных дорог, поэтому пока, наверное, Европа. Спасибо, Александр, вам за эту беседу, вам хочется пожелать ровных дорог, для вашего железного коня полного бака, и, конечно, берегите себя. Спасибо большое. А я напомню, в гостях у студии был Александр Морозов, он проехал на своем железном коне всю Европу.